МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Безопасность граждан". В администрации Ленинского района прошло заседание с участием помощника президента. Она направлена на создание, во-первых, жесточайшей дисциплины. Какие вопросы затронули? Недалеко уехал могилевчанин подозревается в угоне авто. Установлено, что два из них оставлены задержанным. Кто решил объехать закон? Как гласит статистика, сотрудники сферы отмечают профессиональный день. Мы собираем данные от всех организаций города. Сколько цифр проходит мимо специалистов? А также ювелирная маркировка, рост пенсий и новый предмет. Минобор утвердил программу факультатива в мире техники и технологий. Что будут изучать школьники? Итоги уходящей пятницы подводят наши корреспонденты и я, Виталий Гаврусев. Пример для всего мира. Президент встретился с апостольским нунцием в Беларуси. Анте Йозыч завершает свою дипломатическую миссию в нашей стране. В ходе беседы обсуждались вопросы двухстороннего сотрудничества между нашей республикой и Святым Престолом. Президент отметил, взгляды руководства Беларуси и Ватикана практически совпадают, особенно по вопросам безопасности. Я абсолютно согласен, и мы давно об этом говорим. В Европе, чтобы жить спокойно и жить так, как мы живем, как бы мы ни плакали, живем неплохо, нам нужен новый договор о мире. Нужен новый мир, если можно сказать, в Европе. Но для этого, думаю, что активности нашей церкви католической недостаточно. Надо еще, чтобы в европейских странах были крепкие руководители, которые бы исходили из того, что надо видеть интересы и своих народов. Не только подчиняться кому-то и в угоду кому-то действовать. Надо видеть интересы своих народов. К сожалению, пусть они на меня не обидятся, я таковых не вижу. Дипломатические отношения с монархией установлены 32 года назад. С тех пор контакты между Минском и Ватиканом развиваются динамично. Александр Лукашенко посещал его дважды с официальным визитом, где встречался с понтификами. В столицу приезжали влиятельные кардиналы. В нашей стране католики вторая по численности конфессия после православия. Действуют более полутысячи католических храмов. Не следа совести. 26-летний безработный могилевчанин подозревается в угоне легковушки. Владелец авто обнаружил загадочное перемещение своего транспорта с одного места на другое. Позже взор пал и на спущенное колесо. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как легковушкой дважды управлял неизвестный мужчина. Нетрезвого подозреваемого задержали в считанные часы. В ходе осмотра места происшествия специалист Государственного комитета судимых экспертиз изъял на кузове автомобиля несколько следов рук. При проверке под актоучету установлено, что два из них оставлены задержанным жителем Могилева. Парень пояснил, что случайно обнаружил дверь авто открытой. В замке зажигания, внимание, привлек ключ. Присвоить чужой транспорт оказалось делом плевым. По факту угона возбуждено уголовное дело. Контроль водителей, совместное кинопроизводство и драгоценное предложение. В республике могут ввести маркировку ювелирных изделий. Для чего? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Средний размер пенсии в Беларуси растет. В июне 2024-го показатель чуть более 811 рублей. Реальная прибавка почти 11%. Сегодня в стране обеспечивается стабильное функционирование системы, своевременная выплата и индексация более чем 2,4 миллионам гражданам на заслуженном отдыхе. В республике могут ввести маркировку ювелирных изделий. Специалисты считают, она минимизирует риск покупки подделок. Инициатива связана с хорошими результатами эксперимента, в котором приняли участие более 150 отечественных компаний. Благодаря процессу товары можно будет продавать на интернет-площадках, а для производителей и торговли ускорение идентификации позволит сэкономить на логистике. Минобр утвердил программу факультатива в мире техники и технологий «Выбираем инженерную профессию». Нововведение поможет старшеклассникам сформировать знания об уровне развития энергетики, промышленности, металлургии, архитектуры и строительства, а также современных технологий автомобилей, машин и приборостроения. Занятия будут проходить два раза в неделю. В Беларуси участили случаи ДТП, связанных с усталостью водителей автобусов международного сообщения. В связи с этим в предстоящие выходные ГАИ совместно с транспортной инспекцией проведет профилактический рейд, преимущественно на автодорогах республиканского значения. Инициатива направлена на соблюдение ПДД, режима рабочего времени и отдыха, предотвращение и снижение тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий. «Синёкая» и «Поднебесная» выпустят первый совместный игровой фильм. В эти выходные состоится кастинг актёров. Уже создана рабочая группа, написан сценарий. Начало кинопроизводства назначено на октябрь. Треть ленты снимут на локациях Беларуси, в Минске, Минской области и Бресте. Основная цель – показать дружбу народов. Спокойная и комфортная жизнь. В администрации Ленинского района прошло заседание по вопросам выполнения требований директивы президента о мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины. В работе приняли участие помощник президента, инспектор по Могилёвской области Леонид Мартынюк, замминистра юстиции Николай Старовойтов, заместитель председателя Бобруйского горисполкома Владимир Книга. Среди докладчиков – представители администрации УВД МЧС, Центра соцобслуживания ИЖРЭО. После каждого выступления – широкое обсуждение. Президиумы интересовали вопросы об уровне преступности, эффективности лечебно-трудовых профилакториев, обеспечении пожарной безопасности в общежитиях и предотвращении детского травматизма на игровых площадках. Уже с 2004 года в стране действует директива номер один, и она не случайно номер один, потому что она направлена на создание, во-первых, жесточайшей дисциплины по ее исполнению, и на создание комфортнейших условий работы и жизнедеятельности людей. Поэтому сегодня вопрос, который мы рассматривали в рамках заседания администрации, безусловно, очень важен, потому что мы увидели, насколько все службы слаженно работают на выполнение этой директивы. Цель одна – сделать жизнь безопасной и комфортной. Леонид Мартынюк отметил, такие встречи показывают узкие места, которым нужно уделить большое внимание, направить силы. Также это показывает, насколько эффективно работают службы. Помогут и проконсультируют. Двери этого заведения открыты и днем, и ночью. Круглосуточная аптека на страже здоровья горожан. Сегодня фармация встречает молодых провизоров. Роман Костюков пытался отличить парацетамол от ибупрофена. В этом году ряды городских провизоров пополнило 25 молодых специалистов. Светлана Козлова родом из городка Штуна-Витебщине. Окончила областной медуниверситет и по распределению попала в город на Березине. Любовь к делу зародилась еще в детстве. Сейчас девушка живет в съемном жилье, оплату которого компенсирует организация. В начале самым я познакомилась с заведующей. Вот это было пару дней заранее мы приходили, просто как-то показали аптеку. Заместитель заведующей Татьяна Геннадьевна тоже показала, сделала экскурсию по аптеке заранее за пару дней. В начале небольшой страх, то что новое место, далеко от дома. Работа с людьми это тяжеловато, но так в принципе все нормально. Екатерина Ловицкая и Карина Болбас – бобруйчанки. Как и коллега, они окончили Витебский мед. Аналогичный выбор в пользу профессии. Любовь, привитая с детства от учителей биологии и химии. Желание помогать людям. Девушки уверяют, приняли их тепло. А работа с ровесниками повышает комфорт. Трудится слаженно, никто никого не стесняет. Очень рада, что я сюда попала, потому что здесь работа совсем не однообразна. Мы выполняем все виды лицензируемой деятельности. И поэтому здесь очень интересно. Также здесь отличный коллектив, более опытные коллеги всегда готовы помочь нам, молодым специалистам. Многие думают, что у меня обязанность просто достать с полки и отдать. Но на самом деле люди приходят не за конкретным товаром. Люди приходят рассказать свою проблему. Тебе надо его выслушать, человека, надо его поддержать. Надо подобрать что-то по его запросу. То есть ценовой сегмент ты должен подобрать. Ты должен подобрать именно препарат, который необходим человеку. Ну и в конце концов какую-то моральную дать поддержку. В дежурной аптеке на интернациональной 8 новых провизоров. В работе девушки закреплены за более опытными сотрудниками, своими наставниками. Это помогает им быстрее адаптироваться, набраться опыта. Также руку помощи готова просянуть многолетний заведующий Ирина Русакович. С молодежью я всегда очень люблю работать. Молодежь это новое что-то. Это всегда энергия. Это всегда стремление к чему-то новому. Это победы. Поэтому та молодежь, которая сегодня пришла в мой коллектив, это самое лучшее. И так было, так есть и так будет. Пополнение 2024-го самое большое за последние годы. Были закрыты практически 100% от кадровой потребности. Сегодня горожане могут спать спокойно. С улыбкой их встретят молодые специалисты, которые окажут качественную и своевременную консультацию. Роман Костюков, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360. Создают историю города в цифрах работники государственной статистики, отмечает свой профессиональный праздник. Точность, вежливость не только королей, но и специалистов сферы. Языком цифр они ежедневно описывают нашу жизнь. К примеру, в Бобруйске на 1 января 2024-го проживало чуть более 207 тысяч человек. Из них 95 мужчин, 112 женщин. Согласно данным переписи, население 86% белорусы. Восемь русских, чуть более четырех приходится на другие национальности. И это лишь малая часть информации, которая располагает отдел статистики города и района. Без этих данных не могут решаться социально-экономические и политические вопросы. Строятся планы и прогнозы. У нас очень сполоченный дружный коллектив. Они все профессионалы своего дела. Мы собираем данные от всех организаций города, включая сельскохозяйственные организации. Это и организации промышленности, и здравоохранения, и культуры, и спорта, и органов власти. Это официальная статистическая информация, которая потом ложится на стол руководству, президенту нашему. И на основе этих данных смотрится экономическая, демографическая, социальная ситуация, положение нашего города. Специфика работы заключается в том, чтобы собрать, проанализировать и обработать статданные в кратчайшие сроки. Они точно знают, сколько собрано урожая, выпущено и реализовано продукции. Сколько ожидает своей очереди на складах? Кто родился и сколько первоклашек в этом году сядет за парты? Сегодня, в эпоху технологий, получение информации происходит в один клик. Вот и лето прошло, каникулы близятся к завершению. А это значит, уже через неделю учащиеся вновь сядут за парты. Сколько первоклашек впервые переступят в школьный порог? Нужно ли искать подход к каждому ребенку и как быстро адаптироваться на новом месте? Сразу после выпуска новостей зумеры онлайн. Не пропустите. Это все и события к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok